Крепкая дружба. Чувашия и Ульяновская область планируют реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. Встреча с делегацией соседней области, которую возглавлял губернатор Сергей Морозов, состоялась накануне в Шамуршинском районе. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Деревня Триезбы, самая крайняя точка Шамуршинского района, и именно здесь, на границе двух регионов, встречали представительную делегацию Ульяновской области. Такое ощущение, что мы сразу оказались в кругу друзей. А как? Мы же бывшие члены сибирской губернии Шамурша. Спасибо огромное. Мы тоже ощущаем себя членами вашей большой замечательной дружной семьи. Хлеб и соль, чувашские песни и танцы. Губернатор области Сергей Морозов отметил, что для него это долгожданная встреча. Четыре года назад в Ульяновске провели всероссийский Агадуй. Именно тогда руководители двух регионов договорились развивать совместно торгово-экономические и культурные связи. Они становятся крепче с каждым годом, говорят гости. Во-первых, у нас есть общая история. Во-вторых, у нас с вами общие традиции и замечательные праздники, которые нас объединяют. А в-третьих, у нас с вами есть огромное желание реализовать на той или иной территории, в рамках этих встреч, вот эти муниципальные инициативы. Мы вышли на другой культурный уровень, на другой духовный уровень. Это передается молодому поколению и наши предприниматели комфортно чувствуют на ульянской земле. 147 лет назад в Симбирске, именно так раньше назывался Ульяновск, Иван Яковлев создал первую чувашскую школу. Здесь учился и великий поэт, автор поэмы Нарспи Константин Иванов. Оба региона связывают поистине крепкие культурные узы. В области сейчас издаются национальные газеты, чувашский язык преподают в 160 ульяновских школах. Свой личный вклад в сохранение национальной культуры вносит поэтесса Валентина Тарават. Она уже больше пяти лет выступает в областных клубах со своим чувашским ансамблем. Поем, мы общаемся на чувашском языке. Все у нас на чувашском языке. Вот где я проживаю, это рабочий поселок райцентра Большой Нагаткина. Организовала я коллектив. Вообще я в культуре работаю давно. У меня учителя, медики, бухгалтера, педагоги. Чем богата чувашская земля, гостям из Ульяновска показали на празднике дружбы. На Шамуршинском ипподроме развернули выставку мастеров народных промыслов. У каждого подворья выступали фольклорные ансамбли из Ульяновской области и районов Чувашии. Но изюминкой праздника дружбы стала его спортивная часть. Здесь разыграли награды в конных скачках и национальной борьбе киришу. Сегодня прекрасный праздник. Праздник дружбы. Это историческое событие, которое пишется золотой страницей и в историю культуры Ульяновской области, и в истории культуры чувашского народа и Российской Федерации. О реализации совместных проектов говорили за круглым столом. Чувашские предприниматели уже готовы открыть в Ульяновске комплексы по глубокой переработке зерна и разведению племенного скота. Я искренне еще раз благодарю руководителей республики, благодарю бизнеса республики за то, что они обратили внимание на агропромышленный комплекс Ульяновской области и инвестируют в достаточно большие средства. Я уже назвал. Только один инвестиционный проект возрождения птицеводства в Ульяновской области оценивается в 9 миллиардов рублей инвестиций. В обоих регионах для предпринимателей намерены создать выгодные условия для ведения бизнеса. Наши предприниматели без страха должны вкладывать свои заработанные средства, открывать, соответственно, производственные объекты для того, чтобы экономика развивалась. Вот развитие экономики, конечно, по расходной части мы обеспечили все свои взятые социальные обязательства. Заинтересовала гостей программа «100 новых ФАПов», которую уже удалось реализовать в республике. Особо оценили ульяновцы и благоустройство Чувашских сел. Мы не случайно выбрали местом нашей встречи один из очень перспективных муниципальных образований Чувашской республики. Здесь есть чему поучиться. Здесь очень хорошо выстроена система вовлечения людей в благоустройство. Мы видим, насколько благоустроены территории. У нас не такие ухоженные территории, у нас не такие ухоженные населенные пункты. За круглым столом дали старт и новому проекту «В кругу друзей». В его рамках планируют возрождать этно-традиции, которые могут заинтересовать туристов. Представители обоих делегаций договорились встречаться чаще. Уже в сентябре губернатор области Сергей Морозов пригласил Чувашских предпринимателей принять участие в открытии нового завода в городе Ульяновск. Медрик Ковалев, Рессель Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова